Добрый вечер и как всегда в конце недели мы говорим о нашем городском хозяйстве. Начать сегодня хочу с безусловно важной темы, темы наружного освещения. Мы говорили о том, что теперь замену наружного освещения и установку новых точек освещения мы будем выполнять только согласно нашей новой карте. Это карты наружного освещения, которые мы назвали «Но светлый город». И уже согласно этой карте выполнены первые работы в центре города, район ЖД вокзала, где уже с понедельника мы увидим первый результат и Суворовский район. Суворовский район, там мы работаем системно, заходим в каждый дворик, заходим на каждую улочку. И в итоге до конца месяца я уверен, что весь Суворовский район получит качественное освещение наружное. Уже первые результаты можно видеть на улице Жюлера-Тюри, на улице Кузнецова и все межкварталки, которые там находятся. От наружного освещения хочу перейти к не менее важной теме, это теме подземных мусорных контейнеров. Первые пилотные контейнера мы поставили в центре города, об этом много говорили, их показывали, наверняка многие их видели. Отзывы самые хорошие. Действительно система выдержала, так скажем, испытания огнем, водой и даже нашими вандалами. Поэтому уже с этой недели мы начинаем системную установку этих мусорных контейнеров подземных, а именно в центре города, в исторической части центра нашего города. Это как на бульваре Жюлановского, это на Фонтанской дороге, это на улице Ногреческой. То есть уже с этой недели наши подземные мусорные контейнера будут активно появляться в исторической части, в историческом центре нашего города. Ну и на завершение хотелось бы еще сказать немаловажную информацию. Это то, что мы к большому сожалению попали в оранжевую зону. Безусловно, это как новое ограничение. И те меры по дезинфекции, которые мы снова ввели с помощью наших ЖКСов, с помощью наших АТКП, которые мы сейчас ведем как в жилом фонде, так и в общественном транспорте. Дезинфекция на трамваях и на троллейбусах, также в автобусах ведется сейчас как утром, так и днем во время пересменки. Также снова мы дезинфицируем все места массового скопления. Также это касается кабинки лифта, это кнопки, это ручки. То есть это то, к чему мы наиболее часто это касаемся и то, что может собой нести потенциальную опасность. На сегодня, наверное, все. Будьте осторожны, будьте здоровы и, как всегда, видимся через неделю.